видите и надеюсь оцените ее замечательный талант. Вот, но и естественно этот вечер не мог бы состояться без людей, которые знали Иосифа Александровича, которые его помнят и любят до сих пор. Я думаю, что любит его вся страна, но эти люди, которые знали его лично, любят его по-своему, очень интимно и иногда делятся с нами своими воспоминаниями о том, каким был Бродский в жизни. Насколько я знаю, поскольку не довелось общаться лично, Иосиф Александрович был человеком веселым, очень компанейским, вот, поэтому хотелось бы, чтобы сегодняшний вечер тоже проходил вот в таком духе Бродского. И для начала я хочу пригласить сюда для открытия сегодняшней программы человека, который знал Бродского с ранней юности, отца Михаила Ардова. Отец Михаил, прошу вас. Здравствуйте. Ну, рождеческий вечер, с кого может начинать, скажешь па-па. Вот. Но, значит, я, наверное, присяду, потому что мне надо вам прочитать, будет по ходу, по ходу моего выступления две небольших цитаты. Пугайтесь. Я буду читать не как Панамарь, а с чувством, с толком, с расстануткой. Я хочу начать как бы от чего-то актуального, чего я сам, к сожалению, не видел. Был как какой-то телевизионный фильм или что-то, передача, где был Евтушенко, и речь шла о Бродском. И Евтушенко, значит, высказывал свое огорчение многолетнее, что Бродский так к нему относился, действительно. Вот. И тут надо сказать сразу, что Бродский, его друзья и все мы вообще относились к советской литературе, всей, независимо от таланта, и все как к чему-то совершенно для нас несуществующему. Поэтому Евтушенко, который прославлял Кубинскую революцию, писал там про братскую гесс и всякие такие вещи, он просто для Бродского не существовал, как литератор. Ну, там, так сказать, какая-то там с Бродского. И это надо понимать и помнить. Потому что все советские писатели были подручниками страшных, чудовищных палачей коммунистов. Поэтому разговор о них можно, так сказать, вот я в таких случаях говорю так, что я христианин и священник. Для меня этика самая важнейшая. А эстетика это ничто в сравнении с этикой. Поэтому любой человек, который из каких бы ни было соображений, из искренних, как, предположим, кого-нибудь там Маяковский или как там Алексей Толстой, явные соображения, что ему тут будет лучше жить, чем полезно, но это все уже не важно. Это, как говорится, детали. И вот что я хочу вам сказать. Я хочу сослаться для начала, скоро эта академическая часть кончится, на Осипа Эмильевича Мандельштама, который, кстати сказать, хотел несколько осоветиться. У него есть эта его великая строчка, я должен жить, дыша и большевея. Так вот, а большеветь ему, в общем, в конце концов, не дали. Ну, и на этом мы можем эту часть закончить. Но вот что в четвертой прозе пишет Мандельштам о литературе. Вот это в каком-то смысле должно быть, вот для меня, как некое кредо. Все, Мандельштам пишет, все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, вторые – ворованный воздух. Писателям, которые пишут заветом разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в дом Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда. Этим писателям я бы запретил вступать в брак, иметь детей. Как могут они иметь детей? Ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать, в то время как отцы их запроданы рябом учетов на три поколения вперед. Вот это литературная страничка. Вот, так сказать, причина, по которой Евгений Александрович не должен обижаться на Бродского. Теперь, значит, теперь, и я должен сказать, что Бродский, как и я, мы, например, брезговали ЦДЛ. Я помню, как он когда ходил, он чувствовал себя там совершенно отвратительно. Я тоже терпеть этого не мог. И в 69-м году я был в Коктебеле, и кто-то Бродскому выхлопотал путевку в Дом творчества. И он там тоже чувствовал себя отвратительно, и все время говорил, я уеду, я не могу, я не могу. Вот, так сказать, его, это вот, так сказать, конкретное, конкретное воспоминание. Ну, теперь вот с этим мы покончим, а дальше я буду говорить, так сказать, воспоминания такие. С Бродским я познакомился не в ранней юности, а в 1962-м году. Значит, это было, значит, в 1962-м году моя мать ездила к Ахматовой в Комарова, и там она сказала, что у Ахматовой появились вот четыре молодых поэта, Бродский, Рейн, Найман и Бобышев, и через некоторое время они стали появляться в Москве, тогда же. Но мать рассказала совершенно замечательную историю, что к Ахматовой тем летом приехала какая-то особа молодая, и она, показывая, насколько она увлечена литературой, сказала, у меня есть весь Бродский. На что Ахматов сказал, как можно быть весь Бродский, когда Бродскому 22 года. Через две или три минуты открылась дверь, и вошел Иосиф Бродский, который принес два ведра воды. И своим посетителям Ахматов сказал, вот вам ваш весь Бродский. Вот такое воспоминание. А потом, значит, Бродский пришелся очень ко двору там у нас на Ордынке, и подружился с моим братом, с нашими приятелями. И это было, значит, вот у меня есть вот последнюю цитату, которую я вам прочту, и дальше уже буду говорить все наизусть. Значит, есть вот такая книжечка, Бродский об Ахматовой, то, что Соломон Волков записал. Значит, да, вот тут надо сказать, что Пастернак когда-то назвал, значит, Солом Ахматовой, когда к ней приходили люди, могли самые неожиданные встретиться, и в самом неожиданном часу все это происходило. И Пастернак это назвал, столкновение поездов на станции Ахматовка. А потом столкновение поездов отпало, и Анна Андреевна утром говорила за завтра, у меня сегодня большая Ахматовка. Это значит, к ней придет много, много людей. И вот Бродский это вспоминает. В разговоре с Волковым, значит, все это столкновение называлось Ахматовкой. Отпишите, да, главным образом она жила у Артовых на Артынке в Москве. Значит, Волков говорит, опишите Ахматовку поподробнее. Бродский. Это в первую очередь непрерывный поток людей. А вечером стол, за которым сидели царь-царевич, король-королевич, сам Артов, при всех его многих недостатках, был человек чрезвычайно остроумный. Таким же было все его семейство. Жена Нина Антоновна и мальчики, Боря и Миша, и их приятели. Это все были московские мальчики из хороших семей. Как правило, они были журналистами, работали в замечательных предприятиях типа АПН. Это были люди хорошо одетые, битые, тертые, циничные и очень веселые. Удивительно остроумные, на мой взгляд. Более остроумных людей я в своей жизни не встречал. Не помню, чтобы я смеялся чаще, чем тогда за Артовским столом. Это, опять-таки, одно из самых счастливых моих воспоминаний. Зачастую казалось, что острословие и остроумие составляют для этих людей единственное содержание их жизни. Я не думаю, чтобы их когда бы то ни было охватывало уныние. Но, может быть, я несправедлив в данном случае. Во всяком случае, Анну Андреевну они обожали. Вот. И вот, так сказать, такое, как бы, свидетельство, что я буду говорить, не вымысел. Надо сказать, что Бродский был еще очень деликатный. Он же, так сказать, у него заработков не было. Он всегда был, так сказать, на грани просто нищеты. И поэтому, например, если он у нас на ордынке обедал, он старался не ужинать, чтобы во время ужина не остаться, так сказать, не обременить таким образом лишний раз хозяев. вот. И я помню, да, вот я помню, вот что я еще хочу сказать. Я вспоминаю, я был на его суде, так называемый тогда, в Питере, и вспоминаю стенограмму, я когда читал, я не помню, правда, но меня произвело, произвели два его ответа, совершенно такое тогда впечатление сильнейшее. Когда судьяха сказала ему, я требую вас уважать суд, на что Бродский сказал, нельзя уважать абстракцию. А второе, это было, да, даже, то есть она сказала, там, отвергли какие-то справки о его заработках и сказала, она сказала, ну вот, видите, значит, у вас там, у вас там 30, получается, там, 30 рублей в месяц. А на такие деньги человек взрослый жить не может, значит, вы-то неядец, существовать не может. На что Бродский сказал, что вот, когда я сейчас, меня содержали где-то там в милиции или в следственном изолеателе, мне потом дали расписаться в документе, что на мое питание в день тратили 37 копеек. Так вот, как видите, взрослый человек может существовать даже на меньшие деньги, чем составляют мои вот эти заработки. И вот я вспоминаю, я еще любил его, я тогда уже, в общем, как-то зарабатывал, и я любил там при случае его подкормить. И мы с ним регулярно, ну, относительно регулярно ходили в шашлычную на Пятницкой улице от нашего дома проходным двором, вот, вполне было приличное заведение. И вот мы идем вот в проходном дворе, и вдруг он мне говорит, Михаил, как он говорил, Михаил, я начал сочинять поэму, значит, и начинаю читать такие строчки. «Однажды Белия приходит в мавзолей и видит, что в коробке кто-то рылся. Он пригляделся, точно, кишек нет. Кто сбондил?» Ну, он, конечно, и не сбондил, сказал «кишки», прокричал Лаврентий. Ответа не было, лишь эхо чуть слышно повторяло «кишки, кишки». Я говорю, изумительно, все, больше чем не надо. Он говорит, а я вот думаю, надо писать дальше, ЧК пришло, движение, обвакуумов. Я говорю, умоляю вас, лучше, чем вот это существует, все равно там не надо, то все будет хуже, вот удаляющиеся кишки, кишки, вот это вот. Потом у него еще было, так сказать, какое-то особое отношение к Ленину. Он, я помню, мы с ним шли на финляндский вокзал. Это было в день похороны Ахматовой. Мы туда шли, чтобы ждать там у нее на даче гроб, потому что мы, естественно, в дом литераторов не пошли, чтобы вот именно от брезгливости к советским литераторам. Вот, и я смотрю памятник Ленину на броневике, и я говорю, вообще памятник мне нравится, но надо бы изменить композицию. Вот хорошо бы вот не он на броневике, а броневик на нем. Бродский пришел в восторг от этой идеи. Вот, но у него, например, он такие, не знаю, сохранились они или нет, какие-то такие, значит, драматические этюды. И, например, такой, я помню, такая, значит, какая-то сцена, как бы. На сцене стоит броневик, на броневике стоит Ленин и произносит речь. А на авансцене стоит человек, который его потом забальзамировал. Профессор Збарский глядит на Ленина и моет руки. Вот это вот, так сказать, не знаю, сохранилось это или не сохранилось. Теперь, значит, когда я узнал, что Бродский уезжает, или что его, так сказать, его не то, чтобы выслали, но так решительно подтолкнули к этому. Это отдельная история, я его так касаться не буду. Я немедленно поехал в Питер, чтобы с ним попрощаться, потому что я, тогда мы уже считали, что мы расстаемся во веки. Значит, я с ним провел один из его последних дней, прямо целиком. Да, я, значит, позвонил с утра, значит, позвонил, вот утром позвонил к нему в коммунальную квартиру, дверь мне открыл его отец Александр Иванович, провел меня в комнату, в комнате за столом сидел Иосиф, и прямо из стеклянной банки ел какие-то немысливые, кажется, консервы. По-моему, свинина в горой, с горохом, как были такие советские консервы. Вот, Александр Иванович мне на него показал рукой, сказал, полюбуйтесь, гражданин мира. Вот, и дальше мы, значит, стали с ним ходить, а что ему надо было? Ему надо было оформлять документы на выезд, надо идти в военкомат, надо идти там, в ЖЭК, там, туда-сюда. Вот, и всюду какие-то были затруднения. И тогда он по телефону, из автомата звонил в АВИР, ну, точка ГБ. И они эти, своей какой-то властью, тайной, эти, все это разрешали. И так, несколько часов мы провели вместе, и вот я помню, мы идем уже около самого дома, вдоль ограды Преображенского собора, который из турецких пушек. И он вот так идет, и вдруг он повернулся ко мне и сказал, уезжать отсюда невозможно, но и жить здесь немыслимо. Вот, так сказать, такую он сказал мне фразу. Хотя, честно говоря, у него, так сказать, он думал об отъезде, безусловно, потому что жить так, как тогда он жил, это было чудовищно. Жить в каком-то отсеке от комнаты, которая была когда-то в фотолаборатории у отца, значит, не иметь, в общем, реальных каких-то денег, и все это, ну, взрослому человеку так, конечно, жить нельзя. И, ну, у нас с ним был общий приятель, ирландец, которым приезжал сюда и в Питер, он работал на английских выставках, звали его Майк Туми. Вот, и мы к нему ходили, навещали его на этих выставках, и там нас очень вкусно поили шотландским виски и очень вкусно кормили. Вот, и это самое. И помню, как мне много после этого Гродский сказал, помнишь, душа тряпичкин, как мы с тобой обедали насчет английского королева. Вот, а там, значит, было очень вкусные такие консервы, язык консервированный, вот, который мы с ним называли, этот консервированный язык, English Language. Вот, теперь, значит, ну, да, и вот, когда он мне рассказывал, как, что Майк Туми был в Питере и пригласил его, Бродского, на обед, который состоялся на борту английского корабля, который стоял на причале в Ленинградском порту. И, значит, и он мне сказал, говорит, Михаил, вы не представляете себе, что я почувствовал, когда я оказался на борту корабля под английским флагом, в том, в тамошнем Питере. Ну, и теперь расскажу самое, самое, ну, это еще не самое, значит. И вот так мы разъехались, он уехал, и мы больше не виделись, не переписывались, ничего не было. Но 5 марта 95-го года, в день смерти Ахматовой, я был в Нью-Йорке, и мы договорились, он заехал за мной. Нет, мы встретились, он взял такси и повез меня к себе домой в гости. Значит, был чудный вечер, мы там ужинали у него, прелестная, маленькая, тогда еще была дочка, очень милая, очень красивая жена Мария. И там еще был покойный его тоже ныне Петр Вайль с женой. Вот, значит, и, ну, вот что я ему успел рассказать, я очень рад. Значит, как известно, значит, у него была такая история, его возлюбленная Марина Басманова в какой-то момент ушла к его приятелю Бобышеву, потом, значит, она вроде бы вернулась к Бродскому, родила от него сыну, но, в общем, отношения Бродского с Бобышевым испортились окончательно и навсегда. А в 90-х годах был такой, и он и сейчас, может быть, жив, словист в Америке, которого звали Морис Фридберг. Я, значит, Фридберг, да, и я почему его знаю, он выступал регулярно по голосу Америки. Вот, а потом он приехал в 91-м, в общем, в самом начале 90-х годов, он приехал в Москву. И я прочел в какой-то газете его интервью, и там был такой вопрос ему задан. Скажите, а вот в американских университетах работают русские писатели, поэты? Он говорит, да, работают, но, знаете, их не очень много, потому что с ними всегда возникают проблемы. Вот я вам расскажу. У нас была конференция словистов, и там присутствовал профессор Дмитрий Бобышев, поэт из России. А в это время, пока мы там, шла эта конференция, выяснилось, что в Стокгольме присудили Бродскому Нобелевскую премию. И на следующем заседании мы попросили Бобышева, чтобы он нам почитал стихи Бродского. Так он так обиделся, стал говорить, вы меня, поэта, заставляете читать стихи другого поэта. И вот так, значит, и я успел это рассказать Бродскому, пока мы ехали в такси к нему домой. И я, он, это его позабавило. Теперь, значит, я перехожу к самой последней и, может быть, существенной части моего выступления. Это, я бы сказал, что это надо мне об этом упомянуть, Бродский и христианство. Так сказать, это вопрос непростой. Где-то в 64-м году, когда я сам крестился, мы шли с ним, как сейчас я помню, на Пятницкую по Климентовскому переулку. Я сказал, а вы не думаете креститься? На что он мне ответил. Почему-то Панки сказал, I'm a Jew. Ну, больше темы не возникало. Но, тем не менее, мы знаем его стихи, знаем его, так сказать, там, сретьи незамечательные. И уже все было непросто. Кроме того, он, например, никогда не был в Израиле. И относился к этой же стране иронически. У него была такая формулировка. Я неоднократно ее слышал, что он говорил. Ближневосточное государство – Жидостан. Но сейчас, кроме шуток, я вам прочту один кусочек из последнего письма, который, вот это подлинный конвект и подлинное письмо, которое я от него получил летом 96-го года. Это был последний год его жизни. Сейчас, секундочку. Хотел задать вам один вопрос. Как вы считаете, Мишенька, приверженность к той или иной религиозной доктрине расширяет метафизический потенциал индивидуума или его сужает? Если можно, различие присуще только в моем сознании. То есть, как мы понимаем, это уже, так сказать, еще не сожжет, но, так сказать, в сторону конфессии. Вот это то, что я вам хотел сегодня рассказать. Спасибо большое, отец Михаил. Сейчас я приглашаю, собственно, уже она вышла, Анастасия Глазкова. В общем, можно сказать, хозяйка нашего сегодняшнего вечера. Вы сейчас услышите ее, ее исполнение стихи и песня на стихи Бродского. Спасибо. 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 Спасибо.